У нас остановка. В общем, хотела вам, ребят, показать, что вообще я взяла в эту поездку с собой. Посмотрим на вид с окна. Здесь такой зал, общая зона. Привет, ребята! Добро пожаловать в новое видео. Сегодня мы с вами отправимся в наше путешествие во Францию. Сделаем одну остановку в городе Бонн, а далее направимся в Париж. Из Веджевана мы направились в Бонн. У нас было три дороги на выбор. Мы выбрали дорогу через Монтрео и через туннель Сан-Бернард. У нас остановка. Вообще, мы сейчас хотим зайти в местный супермаркет. Здесь снег, ветер. В общем, хотим зайти купить йогурт, который называется Кристаллина. Взяли такие йогурты. Кристаллины не было. Это какой-то другой йогурт, но вроде бы срок годности не очень длинный. 30-го, 12-го, заканчивается 21-го. Сейчас откроем, попробуем. Самый быстрый и самый дорогой вариант дороги – это дорога через Женеву и через туннель Монблан. Если вы хотите сэкономить, то я вам предлагаю направиться через Турин и через Лион. Там нет никаких платных туннелей. Мы выбрали что-то среднее, скажем так, между первым и вторым вариантом. Выбрали вариант номер три. Ребята, мы доехали. Мы во Франции. Наконец-таки приехали в город Бонн. Пишется Бауне. Я подпишу, как правильно. В общем, мы здесь были год назад, ровно тоже в декабре месяце, когда мы убегали из Италии в то время, когда закрывали тогда границы. Я помню, что я отпросилась тогда на два часа раньше с работы. Это был мой последний рабочий день. Странные, да, ощущения? Как и не вижу. Да, такие как бы… Это как в том году мы второй раз в Курмайор приехали, чтобы покушать чисто. Да, но мы мимо его проезжали, да. Да, да, да. Ну, в общем, классное место. Я родной город уже. Просто захотел погулять, мотнулся в Бонн. Ну, да. Ну, что там, ну, 500 километров в одну сторону. Да, сейчас прогуляемся. Мы, кстати, ждем заселения в квартиру. Если вы вдруг решите повторить этот маршрут с Виджевана до Бона, то приблизительно стоимость будет около 90-100 евро. Это бензин, платные дороги и платные туннели. Вообще, архитектура здесь, конечно, достаточно похожа на итальянскую ставню. Тоже такие домики небольшие, двухэтажные. Минус, конечно, Франции. Это то, что здесь никто не говорит на английском языке. Есть исключительные случаи, вот где конкретно прям магазины заточены под туристов. Когда мы были в том году, мы покупали для себя одну и одну бутылку в подарок вина. Так вот, там парень идеально разговаривал на английском языке. В общем, нас обслужил, все было супер. Сейчас мы сели в кафешку, выпили глинтвейн. И девушка, ну, вообще, даже элементарные слова, я не знаю, restroom, bathroom. В общем, какие-то просто вообще элементарные слова. Просто не-не-не, не только французский. Да, никакой дом, да, красивый? Да, классный, голубые ставни. В общем, конечно, при поездке во Францию надо всегда быть готовым иметь с собой переводчик, Google переводчик. Ну, они не пытаются. Не только, а еще французская сторона Швейцарии тоже. Да, французская сторона Швейцарии тоже, кстати, не разговаривает на английском вообще никак. Заселимся мы сегодня или нет вообще? Мы сейчас последние полтора часа просидели в машине. Попадаем, в общем, в наше скромное жилище на одну ночь переночевать. Наша берложка, да. В общем, да, здесь есть кровать, это самое главное. Есть ванная комната. Слушай, тут даже есть кофемашинка, да? Я так понимаю, с чайником, а это что? Ну, а капсул нет. Здрасте. Должны быть капсулы? Ну да, сейчас найдем. Ну, посмотри. И здесь такие окна, конечно, красивые во французском стиле с перегородками. Капсул нет, да? Ну да. Капсулы покупайте сами. Да. И здесь ванна, ребята. Это такое скромное жилье. За сколько мы его сняли? Евро за 50, да. За ночь. В общем, такой бюджетный вариант. Это то место, где мы будем ужинать. Пойдемте. Да, если нас пустят еще. Вот здесь все забронировано. Саша назаказывал себе сейчас блюд. В общем, взял себе что-то взял. Во-первых, эскарго. Да, если бы я сам знал, что я взял. Ты взял. Там не написано ничего, не поймешь. Ты просто это риск. Риск. Да, десерт для нас это будет точно сюрприз. Мы так как бы не особо поняли, да? Кто помнит, чем закончилось это действие в фильме «Красотка»? Да, слушай, мне уже сложно. Раньше мой дед строил корабли размером с город. Такие люди создали нашу страну. Кто это заказал? Ваш друг, мэм. Бон аппетит. Это эскарго. По-французски улитки. Деликатес, ешь. По вкусу он напоминает курицу со специями. Курица со специями. Наконец-таки нормальная порция. Картошечки-пюре как следует по-нашему. И ножка в каком-то соусе, да? Сырном, по-моему, слышишь? Запеченным сыром пахнет. И да, ножка с сырным соусом. В общем, сейчас хоть поедим. Саше принес ей тирамису. Ну да, это какой-то торт. Это тортик. Это мусорый тортик. А у меня получается груша запеченная в духовке с мороженым, да? Это да, это типа сорбет. Да, 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 это сорбет. Ммм, будем пробовать. Рассказываю ситуацию, друзья. Решила заснять этот момент. В общем, мы в шоке. Здесь у нас, во-первых, в этой квартире мы вернулись, покушали. Думаем, ну сейчас примем душу. Наши, кстати, я вам не рассказывала. У нас дома опять поломался котел. И мы последние две ночи, когда мы были в Виджевана, мы были первое без отопления. И второе мы были без горячей воды. Мы грели все в тазиках. Это тоже длинная история. Ну, в общем, думаем, хотя бы сюда приедем, здесь согреемся, покупаемся. Отопление есть. Мы пришли, в общем, после ужина. Значит, здесь такая ситуация. Я здесь стала купаться. И спустя две минуты просто стала идти холодная вода. Я как бы еще шампунем на голове стала это все резко смывать. Оказалось, что здесь вот этот рычажок Relais, он был отключен. Он был внизу. И она была поднять наверх. И здесь не котел, здесь бойлер. И тогда мы включили бойлер. Оказывается, вся вода, которая была, это была вода до этого нагрета. Вот. Нам инструкций никаких не дали. Когда мы заселились, должны были дать инструкции, что вы заедете, включите рычажок, чтобы котел полностью нагрелся. Ну, короче, этого никто не сделал. И такой момент здесь с этой ножкой. Эта ножка, пока я купалась, у меня стала идти холодная вода. У Саши в этот момент упала кровать. Как видите, здесь ножка, она стоит нестабильно. Здесь она чуть приподнята. В общем, эта ножка, это именно, да, она здесь отвалилась. Дожди по расписанию. Красивый городок Бонн. Если ребята будут когда-то ехать в Париж, вот так, на автомобиле из Италии, советую вам здесь остановиться. Мы приехали. Наконец-таки, Париж. Неужели? Небольшой рум-тур нашей квартиры. Точнее, сейчас я вам расскажу прикол. Здесь, значит, туалет. Здесь ванная. В общем, запах прям порошочка. Все чистенько. Здесь, по крайней мере, есть капсулы с кофе. Это радует. Кружечки. Что у нас здесь? Здесь у нас кухня такая вот, вроде бы оборудована хорошо. Большой стол. Ну, в общем, да, здесь такой зал, общая зона, если что. И наша спальня. Такие древние апартаменты. Да, да, это меня не удивляет. Мне даже прикольно, знаешь, такие обжитые, интересные. Вообще, с бронировкой здесь квартиры в Париже изначально была странная история. Мы забронировали одно жилье, затем нам хозяйка не отвечала, нам пришлось его отменить. То есть, не хотелось бы приехать, знаете, в Париж, чтобы непонятная была какая-то ситуация. В общем, мы его отменили, нашли это. Но как-то почему-то никто из нас, ни я, ни Саша не заметили, что здесь комната, не целое жилье. И, кстати, наша комната не закрывается. А комната соседей закрывается. Потому что здесь будут жить, завтра заедут родственники, хозяина какие-то. Посмотрим на вид с окна. В принципе, квартира тихая, окна хорошие, новые. Ну, вообще, конечно, здесь чисто, все старенькое, но такое все суперчистое, да? Как бы в этом плане неплохо. Ну, я уже переобулась, немножечко так переоделась. И, в общем, будем выходить сейчас, ехать в галерею Lafayette. Вот. И на ужин, наверное, куда-то суши какие-то поедим. Система движения на этой арке, ребята, достаточно интересная. Те, кто заезжают на круговое движение, они заезжают беспрепятственно. Те, кто находится уже на круговом движении, должны пропустить те, кто только заезжает. Для того, чтобы поесть суши, мы выбрали место под названием Миско. Это место находится прямо в районе Триумфальной арки, что для нас было достаточно удобно. Там приятная музыка, негромкая и вкусная кухня. Могу вам порекомендовать посетить это место, если будете в Париже. После ужина мы решили прогуляться в сторону галереи Lafayette и посмотреть на рождественские новогодние украшения. Мы вернулись в прогулки, приняла я душ. В общем, у меня этот влог о душ. La douche. La douche, кстати, это на французском. В общем, хотела вам, ребят, показать, что вообще я взяла в эту поездку с собой. Как-то у меня кто-то, девчонки, в инстаграме спрашивали. Вот, подписывайтесь на мой инстаграм, пожалуйста. Там сторис в реальном времени выходят посты. Вы меня спрашивали о шампунях. В общем, о кремах, чем я пользуюсь. Смотрите, девчонки. Это ночной крем у меня от Clorance. Такой вот для обычной или комбинированной кожи. Дневной крем у меня тоже Clorance с SPF 20. Такой, кстати, сейчас она будет намазаться. Дальше. Маска. Но я ее пользуюсь, наверное, как на основе, как пальцам. Я ее каждый раз использую после мытья головы шампунем. Вообще здесь, да, такое вот фито. Фито у меня, кстати, тоже. Также и шампунь, тоже увлажняющий. Фито жаба. Дальше. Что еще? Взяла Olaplex номер 3. Возможно, первый раз с вами воспользуемся ими. Вот. Поездку. Здесь у меня скраб Alteflora. Это из Курмайора местное производство. Это скраб. Здесь это что? Это итальянская Saugela. Это гель для интимной гигиены. Гель для интимной гигиены. Ну, все. Что у нас? Духи одни. У нас с Александром одни на двоих. Блэк Афгана. У меня моих духов нет. Вот. Пока что. И что? Это шампунь Саша. Ну, да. Здесь мои плойки. Фен. И косметичка тоже, кстати, от Клоранса. Здесь что мы обнаружили? В этом доме очень много книг. И что мы видим? HTML. Язык. Веб. Программирование. И здесь вот еще разные книги. По джаваскрипту. По HTML. В общем, Visual Basic 6. Это все книги по программированию. Мы так предполагаем, что этот хозяин, возможно, он сейчас на пенсии, что он, возможно, в прошлом программист. Возможно, если он к нам наведается в гости, мы у него узнаем, уточним. Вообще, эта квартира супер обжитая. Здесь вот такие вот цветочки ванной. Здесь цветочки. В общем, это типичная, я вам скажу, французская квартира. Такая, знаете, не какая-то вот Instagram квартира непонятного лакшери блогера, зарабатывающего миллиона. От обычного француза квартира выглядит именно так. Она такая, знаете, вот заставлена книгами, заставлена всякой такой мелочевкой. Здесь вот какая-то косметика есть. В общем, вот прямо я вот как представляю, это французская квартира. Саша здесь сейчас историю рассказывал. Он стесняется, что мы не знаем, какие правила. Если здесь еще будут какие-то другие люди. Я, кстати, в пижаме. В общем, если будут еще какие-то другие люди, как нам вот вообще правила по часам принимания душа и так далее? Должно ли это быть в таких квартирах? Ну, в общем, не знаю. Здесь вот портрет, возможно, его бабушки или женихозяина. Кстати, здесь вот тоже книги. Тоже все книги, книги. Тоже окна мне, конечно, очень нравятся. Вообще типичные окна такие, знаете, с перегородками классно смотрятся. Французский стиль. Здесь тоже шкафы. Тоже с книгами. И здесь тоже книги. Ну, в общем, да, книги везде. Вот и вот. Ну, образованный человек любит читать, что можно только позавидовать. И к такому стремиться. Это орхидея такая красивая. Кстати, хозяин молодец. Украсил такой к Новому году все в таком стиле. Ну, в общем, ребята, это французская квартира. Даже вот эти вот двери. Вот этот вот пол. Слышите, он скрипит. Вот так вот. Это вот тоже такое вот именно в французских квартирах. Таких вот старых квартирах. Здесь какое-то фамильное стекло. Кстати, двери тоже. Я у девчонок каких смотрю с Францией, если, то тоже они показывали вот такие вот двери. Такая вот именно золотая ручка. Такая вот дверь деревянная. Ну, да. На кухне есть посудомойка. Тоже печка. Ну, в общем, все есть, да, готовите. Тут даже есть такие, как это называется, наперстки. Да? Класс. Наперстки такие, да? Да, они тут дюшки, но. Коллекционные. Где тут еще? Вот, вот, вот. Да, это тоже все книги. Ну, классно. Пока все супер. Посмотрим, что будет дальше, когда заселятся другие люди, да? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok